Пандус в стену. В Кропивницком при входе в здание нацполиции установили чудо инженерной мысли, которым попросту невозможно пользоваться. Это вызвало волну негодования в городе. Будут ли исправлять этот строительный шедевр, узнавала Елена Брынза. Этот пандус установили возле входа в отдел безопасности дорожного движения нацполиции области. Его сфотографировали местные активисты и выложили в соцсети. И тут же вспыхнула волна негодования. Ведь пользоваться им попросту невозможно. Вместо стены на около 40-50 см. Угол не соответствует стандартам. Он должен быть 10-20 градусов, но он сделан не по стандартам. В областном управлении нацполиции от этого пандуса тут же открестились. Дескать, это не они такое натворили, а еще предшественники, ликвидированная ГАИ. Но и собственник помещения региональный сервисный центр МВД, бывший МРЭО, свою причастность также отрицает. Данную часть помещения сдавали по договору национальную полицию. Они установили металевую конструкцию на подобию пандусу и мы до него никакого отношения не имеем. Встановили уже нацполицию. Это не ГАИ? Нет. Хотя и сам сервисный центр МВД далеко от нацполиции не ушел. Он расположен в этом же здании. У центрального входа пандуса нет вообще. А кнопка вызова исчезла. Кнопка на данный момент снята для замены батареек. Раньше она находилась в местном месте. Этот пандус в соцсетях уже прозвали издевательством. Активисты требуют убрать позор и принести извинения. Этот факт наявности пандусу, хотя это сложно назвать пандусом, это просто элементарное невыконание законов. Если национальная полиция не выполняет нормы, которые есть в чем-то одном, то какие гарантии, что она будет в другом выполнять законы и нормы? В региональном сервисном центре пообещали пандус демонтировать. А вот нацполиции области это архитектурное ноу-хау комментировать отказались. Говорят, из помещения они выехали. Срок аренды истек. Поэтому все вопросы к собственнику. Елена Брынзова, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий.